Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ программа Туплот Галли. Я Лариса Кириллова и как всегда в это время мы говорим о событиях, которые не остаются незамеченными как в нашей стране, так и в частности в нашем городе. Как известно, 2024 год для Латвии станет годом выборов в Европарламент, но как известно, жители страны не особо возлагают надежды на этот законодательный орган, хотя бы потому, что не понимают на самом деле, чем он занимается и насколько решение депутатов Европарламента влияет на их жизнь в Латвии, в нашей стране. А вот об этом и не только. Мы сегодня будем говорить с нашей гостьей, общественным деятелем, журналистом, долгой полчанкой Ольгой Питкевичей. Добрый вечер, Ольга! Добрый вечер! Но традиции менять не будем. Начинаем программу с обзора новостей. Латвийский фермеры Начнут акцию протеста в регионах страны. Цель – привлечь внимание к болезненным вопросам и их решению в сельском хозяйстве. Общественная организация «Крестьянский сейм» считает, что бюрократические требования и безразличие представителей власти грозят раздавить аграрный сектор Латвии. Но при этом состав нынешнего правительства продолжает вести себя равнодушно-высокомерно. Крестьяне заявляют, что недопустимо премьеру Силани грозить тем, что она якобы уйдет со встречи с ними. И недопустимо, что призывы неправительственных организаций встретятся для обсуждения проблем отрасли, игнорируются. Фермеры будут ожидать реальных решений от правительства в течение последующих пяти дней с момента подачи претензий, то есть с 31 января до 5 февраля. И если ответом будет тишина, то же в следующий понедельник в Саудосе, Талсе, Лепае, Елгове, Добелы, Бауске, Валмире, Гулбане, Лимбаже, Дагоплсе, Резакне и Кокнасе пройдут акции протеста. Итак, что требуют латвийские крестьяне от правительства? Незамедлительный запрет на ввоз продуктов питания из Российской Федерации и Белоруссии без переходного периода, восстановление сниженной ставки НДС в размере 5% на латвийские фрукты, ягоды, овощи, сокращение бюрократии в аграрном секторе, введение более широкого доступа к финансированию и программам оборотного капитала, а также отмена обременений земель национального уровня или других ограничений землепользования. Закрытие 12 почтовых отделений и реорганизации еще 93 – это план «Латвия Спас», который предприятия намерены реализовать уже в этом году. У латвийцев данное решение вызвало шок. Дело в том, что после предыдущей оптимизации почтовых отделений, которая прошла в конце 2022 года, качество почтовых услуг снизилось. И дело не в профессионализме сотрудников «Латвия Спас», а в их количестве. В условиях, когда, например, в Даугуплсе в центре города осталось только одно почтовое отделение, которое обслуживает и жители из других микрорайонов Даугуплса, избежать очередей невозможно. В обычные дни в такой очереди приходится стоять по 20 минут, а в те дни, когда выплачивается пособие и пенсия, или в предпраздничные дни приходится ждать дольше. И это ненормально. В итоге, под давлением общества, Министерство сообщения, которому подчиняется Латвия Спас, было вынуждено вмешаться и поставить на паузу план реорганизации почтовых отделений в Латвии, в случае реализации которого во многих местах ближайшее почтовое отделение находилось бы на расстоянии нескольких десятков километров. Латвия Спас отмечает, что закрытие почтовых отделений необходимо для повышения рентабельности и сокращения убытков. Спрос на почтовые услуги в подлежащих реорганизациях отделениях снижается, и содержание таких почтовых отделений нецелесообразно с финансовой точки зрения. За последние 7 лет в Дагополсе к системе центрального водоснабжения и канализации были подключены 660 частных домов. Несомненно, достичь такого результата помогла и муниципальная программа, которая предусматривает софинансирование данного вида работ со стороны самоуправления Дагополса. Эта программа действует в том случае, когда есть возможность подключиться к центральному водопроводу либо к центральной канализации, то бишь где магистральные сети построены. В этом году программа продолжает свое действие. Но не секрет, что система центрального водоснабжения и канализации доступна не всем жителям. Дагополса причина банальна. В некоторых микрорайонах она просто еще не построена. К сожалению, это у нас погулянка. Вся погулянка – это Мэш-Цимс, это часть Нидеркон, это Визбули. Есть такая ситуация, что там нет ни центральных сетей канализации, ни центральных сетей водопровода. Если вы заинтересованы подключиться к системам центрального водопровода и канализации, то начать этот процесс следует с похода в Дагополсуденс. Подключение к центральному водопроводу и канализации начинается, наверное, с технических условий. Технических условий, которые бесплатно можно запросить именно владельцу недвижимого имущества, обратившись в абонентский отдел Дагополсуденс на Уденс ВАДА-3, либо сделав это через БИС-систему самостоятельно. После этого, получив технические условия, от нас уже разрабатывается проектная документация. И для того, чтобы уже совершать стройку именно по софинансированию, тогда нужно подойти к нам с готовым проектом и написать заявление. Пьеты и комиссии на участие в программе софинансирования. Что делать, если у частного дома несколько собственников, и не все из них готовы стать клиентами городского водоканала? Договариваться, говорит исполнительный директор муниципального предприятия. В данном случае, это КОП ИПАШУМС, должно быть организовано внутри дома собственниками собрания. Определена пиломорта персона, которая имеет право подать заявление на строительство, на разработку документации и дальше проведение строительства, заключение договоров, принятие решения. В текущем году свои заявки на подключение к центральному водопроводу и канализации уже подали 26 домохозяйств. Начинать нужно сегодня, нужно сейчас, приготавливать документы. То бишь, запросить у нас, как раньше высказывали, технические условия, разработать проект. Все это занимает где-то до трех месяцев, период. После согласования проектов уже могут прийти, подать документы к нам на софинансирование. То есть человек с проектом может либо строиться сам своими силами, либо участвовать в программе софинансирования. Обращаем ваше внимание, размер софинансирования городской думы для малообеспеченных и малоимущих персон, многодетных семей, инвалидов первой и второй группы, а также для сеньоров в возрасте 90 лет и старше составляет 4000 евро, но не более чем 55% от суммы проектирования строительства. В отношении других категорий горожан размер софинансирования может составить до 2000 евро. Итак, мы вернулись в студию, начинаем нашу программу о том, что сегодня происходит с темой, скажем, назовем это так, с видом на жительство в Латвии. Да, она касается не всех жителей нашей страны, но определенно ее одной из, ну и большой тоже части, по большому счету. Оль, 15 февраля будет озвучено решение Конституционного суда по данному вопросу. Понятно, что, ну, наверное, дискуссии по нему будут очень сложными, да, возможно, это решение будет принято и не всеми, да, но сложно. Нам нужно большинство, да, голосов судей, их семь, то есть как минимум четыре голоса нужно для того, чтобы принять какое-то решение. Да, но пока суд думает, пока суд обсуждает данный вопрос, что происходит в жизни вот этих людей, которые, по большому счету, сегодня остались без социальных каких-то гарантий, по большому счету, без паспорта только Российской Федерации, без видов на жительство в нашей стране, что у них сегодня происходит. По большому счету, для них решение, наверное, Конституционного суда, это уже, может быть, ну, конечно, первичное, но одновременно и вторичное. Они сегодня решают текущие проблемы, правильно? Их добивают. 24 января все стали массово получать письма от ПМЛП, подобные рассылки, которые они делали весной 23-го года, где в пяти абзацах латышского сухого юридического текста людям, которые в большинстве своем не сдали даже на А2, они рассказывают какие-то тонкости, которые люди не понимают. Они видят там дату до 1 апреля и считают, что, несмотря на все предпринятые ими усилия, их просят покинуть страну до 1 апреля. А на самом деле что это? На самом деле письмо гласит буквально следующее. Если вы подали документы, то вы молодец, если вы не подали документы, то подайте, иначе вот до 1 апреля как бы наступает очередной какой-то день Х. И это письмо разослано всем без оценки вообще индивидуальных каких-то ситуаций, то есть неважно, подал, не подал документы, выполнил, не выполнил требования, сдал, не сдал латышский. Получили все, кто на сегодняшний день еще не получил новую карточку какого-либо вида ВНЖ. То есть люди опять в истерике, люди опять пьют лекарства, обрывают мне телефон, и мы наблюдаем, как вот, ну, на самом деле непрофессионально, ужасно, нечеловечно реализуется вот этот закон, который был принят, это сентябрьские поправки уже 23-го года. Как вы сказали, действительно некоторые не получают свои пенсии. Ну, то есть доходит до абсурда, эта ситуация была настолько непродумана, что у человека аннулируют ВНЖ, но сохраняют соцгарантии. Основная соцгарантия это пенсия, ВСА выплачивает пенсии по спискам, которые получает от ПМЛП, некоторым приходится биться за то, чтобы их включили в этот список, а когда ВСА все-таки получает его в этом списке, начисляет человеку пенсию, присылает смс, что она начислена, человек приходит на почту ее получить, а ему говорят, а у вас аннулирован ВНЖ, пенсию вы не получите. И таких ситуаций, вот их просто вал, я не успеваю их разгребать, мне стыдно за то, что в моей стране так издеваются над немощными старыми людьми. Но возвращаясь к этим письмам, мы будем на ты, мы знаем друг друга уже тысячу лет, что называется. Ты сказала о том, что, и как я поняла, если я правильно поняла, что люди, которые еще до этого ничего не предприняли, у них есть теперь возможность быстро оформить все документы, записаться на экзамен по латышскому языку или как? Возможность что-то предпринять есть, записываться на экзамен по латышскому сегодня имеет какую-то практическую пользу, да, только в том случае, если вы его сдадите, не сданный экзамен уже никаких привилегий на сегодняшний день не дает, поэтому если вы не ходили и знаете, что не сдаете, даже не мучитесь и не тратите на это деньги и время, вот, да, на сегодняшний день все равно еще можно какой-то ВНЖ получить, как правило, если есть шанс сдать латышский, то все-таки постоянный или статус жителя ЕС, если нет латышского и нет шансов его сдать, то временные по вызову родственников, как воссоединение семьи, ну и в самом крайнем случае по гуманным соображениям, потому что на заседаниях Конституционного суда, за которыми мы наблюдали, чиновники и двух министерств, и самого по МЛП, под запись, под протокол сказали, что они войдут в ситуацию каждого человека, поэтому тем, кто получил вот не то письмо, о котором мы начали говорить, массовая такая рассылка, а письмо о том, что в течение 14 дней он обязан дать пояснение, собирается ли он выезжать, я очень прошу людей, не стесняйтесь писать так, как есть. Я живу в Латвии, здесь мой единственный дом, мне ехать некуда, здесь все мои родственники, я не хочу и не буду отсюда выезжать самостоятельно, я готов сделать все, что угодно, чтобы остаться в этой стране, но в силу того, что вы не смогли достойно проинформировать меня о том, что мне надо делать, я не смог сориентироваться в потоке постоянно противоречащей друг другу и обновляющейся информации, я пришел туда, куда я пришел. Помогите мне, пожалуйста, сделать что-нибудь, учитывая мои личные обстоятельства и желание остаться жить у себя дома. Вот так и нужно писать, здесь нет ничего постыдного, преступного и неправильного. Это просто жизнь, как она есть, и если у вас просят такое пояснение, дайте его, как оно есть, по-честному. Кстати, еще вы, Наталья Кожанова, вы еще ведете приемы жителей? Ну, 31 января последний такой пока обозначенный день приема, ну и будем дальше смотреть, насколько будет спрос на это, то есть мы сейчас уже перешли на такой формат, что многие находят меня, то есть передаются на мой номер телефона, там из уст в уста пишут во всех мессенджерах, то есть, ну, если будет необходимость, то, конечно, мы будем сообщать о таких публичных приемах, когда можно будет записаться или просто прийти, задать вопрос, показать документ. Ну, действуем по обстановке. Но людям помогаете, помощь оказывается. Да, конечно, до сих пор приходят, то есть у людей запрашивают какие-то дополнительные документы, дополнительные пояснения, им очень сложно это сделать, они либо одинокие, либо дети за границей, либо дети тоже не понимают, что делать. К сожалению, процедура выстроена так, что и многие депутаты Сейма, и многие люди, мои ровесники, совершенно не могут понять вообще, что происходит, чем это чревато и как выживают эти люди. Но получается, что, вот, кстати, все-таки время прошло достаточно, ну, длительный период, да, где-то, наверное, полгода так точно уже, как вот эта тема, ну, очень активно стала обсуждаться в обществе. Вот за этот период времени люди, которые все-таки решили свои вот эти ужасные, ну, наболевшие вопросы, стало меньше или больше? Не, ну, конечно, основной поток как бы схлынул, это, ну, основной поток, это первый основной, это те, кто сдал латышский или не нужно было сдавать, они подали на остатус жителя ЕС, это, как правило, еще летом сдавали до 1 сентября. Второй большой поток, это те, кто исправно сходил, не сдал, записался, сходил, не сдал, подал документы на двухгодичные ВНЖ. Ну, а те, кто остались, это те, кто остались, плюс некоторые вот из этого второго потока у них запрашивают разные дополнительные документы, там, пояснения, вот, ну, как бы с ними мы работаем. Если мы говорим о цифре, это сколько людей, которые до сих пор находятся в подвешенном состоянии? Ну, что-то вот между тысячей и тремя, вот те, которые аннулировали в сентябре, но сегодня их тысяча, но те, кто и приходит вот из этой тысячи, получившие письма про 14 дней, то есть там есть некоторые, кто все-таки подал документы, ну, то есть совершеннейший бардак. А срочка идет примерно на 2-3 месяца, то есть ты подал документы в октябре, до сих пор они делают вид, что они их не получили, присылают себе письмо, у вас все аннулировано, пожалуйста, выезжайте. То есть, ну, там, я думаю, надо каких полгода будет, ну, если ничего даже не изменится, просто подождать, чтобы посмотреть вообще, что, куда, чтобы они разобрались в этом потоке документов, информации и как-то все по полочкам разложили. Бардак ужаснейший. Оль, хорошо, давай представим такой случай, ну, вот, что называется, когда уже все, руки опущены, к тебе постучались в квартиру пограничники, да, как заявило Управление по делам гражданской миграции, что если люди не будут отвечать на конкретные письма, то к ним по адресу местожительства придут пограничники, ну, с просьбой, ну, даже не с просьбой, а с требованием, ну, припроводить их на одну из границ, ну, по большому счету. Вот если такой случай произойдет, что людям делать, вот что ты советуешь? Ну, во-первых, не доводить до этого все-таки, то есть, если у вас просят пояснение, как я уже говорила, дайте его. Прошу людей не переживать вот из-за этого все-таки случая, выдворение этого Бориса Коткова, 82-летнего. Это все-таки немножко другая ситуация, он вел общественно-политическую деятельность, его министр включил в черный список, то есть, ну, это другая совершенно процедура, да, он тоже российский пенсионер с ВНЖ, но это совершенно другая история, другая статья, то есть, не надо ее примерять на себя. Но он не простой человек, по большому счету. Ну, как бы, да, это чуть-чуть уже другое, чем обычный человек, который там 40 лет на заводе отработал и сидит спокойно на пенсии, носки вяжет, как бы, это другая ситуация, вот, но не сидеть и не ждать, вот, пока постучаться, то есть, все эти чиновники заверили публично на заседаниях суда, что они будут входить в положение, если человек изъявляет хоть какое-то желание сотрудничать, хоть как-то себя обозначает, свое желание озвучивает, вот, поэтому, ну, к сожалению, нужно озвучивать эти очевидные вещи, что я живу здесь, мне некуда идти, пока вы им это не скажете, они презюмируют, что, как бы, вы хотите выехать, поэтому, ну, как бы, нужно доказывать, что ты не жираф, это унизительно, это странно, это как-то вообще в голове не укладывается, но нужно это делать, поэтому я призываю не доводить до таких ситуаций. Ну, то есть, об эмоциях забываем на время, да, и включаем холодный разум, по большому счету. Ну, как бы, да. Легко и сложно, но по-другому не получится. Ну, что ж, продолжим говорить об этом буквально через несколько секунд. Ну, что ж, мы вернулись в студию, продолжаем говорить, ну, на нелегкие темы дня сегодняшнего. Выборы в Европарламент, одна из них, хотя бы только потому, что придется выбирать, ну, придется выбирать гражданам Латвии, за кого им голосовать 8 июня, именно 8 июня в Латвии пройдут выборы в Европарламент. Оль, вы один из участников будете этих выборов, да, почему все-таки решили пойти в политику? Неужели работы с журналистом и просто как общественным деятелем малого, да, адреналина не хватает, решили еще испытать себя? Ай, ну, на самом деле, знаешь, вот я вспоминала просто свою работу с журналистом, и поняла, что мое любимое время работы с журналистом приходится на тот период, когда в газету сейчас, в редакцию приходили люди, и мы помогали им решать какие-то проблемы. И, к сожалению, ну, сейчас мир так быстро идет вперед, и все развивается, что сегодня люди уже не приходят в редакцию, они пишут на фейсбуке мэру города, и все вопросы чудным образом решаются. Поэтому, ну, вот именно такого применения своей профессиональной деятельности я уже как бы не найду. А учитывая, что так получилось абсолютно стихийно, что я занялась этим вопросом в НЖ и стала каким-то таким лицом этого движения сопротивления бракованным юридическим нормам, принимаемым в нашем стране, ну, как-то да, ко мне люди стали уже часто вот подходить, особенно в последние полгода, и говорить, Оля, вам надо вот идти в политику. Вот такие люди, как вы, нам нужны. Вот только вы можете что-то поменять. Ну, я, конечно, не буду говорить, что я все могу поменять, да, но я считаю, что такие, как я, действительно должны приходить. Действительно нужна новая кровь нашей политики. То есть здесь, на самом деле, я не рассматриваю это только как Европарламент. Я для себя, наверное, принимаю такое большое решение, в принципе, вступить вот в эту сферу и там себя проявлять, там себя реализовывать. И я считаю, что таких людей, как я, должно быть больше, потому что, ну, последние наши созывы парламента, они, ну, настолько некомпетентные, настолько непонимающие вообще, оторванные, что происходит в стране на самом деле, настолько безответственные, что, ну, хватит уже читать новости и постоянно делать перепост с комментариями всякими гневными, и как все это достало, сколько можно, да провалитесь вы пропадом. Ну, тогда, если тебя это не устраивает, надо пойти и сделать. И, ну, я решила сделать этот шаг, своим примером показать, что если вам не нравится, давайте делать что-то, чтобы это изменить. Ну, смотри, парламент не появляется сам по себе, да, его выбирают те же люди, которые потом его буквально через полгода начинают и проклинать, и упрекать некомпетентности. Вот как ты считаешь, само общество, оно готово быть более активным в этой политической деятельности? Или все-таки, опять-таки, будем полагаться на кого-то другого, кто придет к избирательной урне и проголосует якобы так, как надо? Ну, во-первых, выбирают одних и тех же, потому что выбора как бы нету. Политики не обновляются, они гуляют из одной партии к другу. Нет, я теперь бессматриваю. Было созыв сейма, где когда было очень много партий, да, я даже говорю, ну, новых партий, и к чему мы пришли? Опять классика, да, на сегодняшний день. Ну, потому что на самом деле партий-то много, но лица там по большей части одни и те же. Действительно, ну, зависит это все от людей. То есть вот если не ходить на выборы, если не выбирать, то и будет такое правительство, которое через полгода ты готов проклясть и подписаться за его распуск. Ну, что показательно? Сегодня, когда многие оппозиционные партии подали инициативу о распуске сейма, люди не подписываются. Сегодня, когда оппозиционные партии инициировали изменения к закону нотариати, чтобы не допустить регистрации партнерства в Латвии, да, на полах пар, мы все понимаем, к чему это ведет. Люди не подписываются. Люди настолько пассивные, настолько не верящие этим политикам, настолько не осознающие, что они хоть что-то уже могут поменять, и что к ним хоть кто-то прислушается, что, ну, в моем понимании, это уже такое дно, после которого должно что-то произойти, и мы как-то должны выходить наверх. То есть и политики должны быть какими-то, ну, обновленными другими, и люди должны получить какой-то инструмент влияния на происходящее в стране. Ну, и я индивидуально тоже хочу, вот, выйдя из народа, пойти туда и попробовать что-то поменять, показав, что это реально возможно, потому что, ну, политики это не какая-то особенная каста людей, которые вот такие неприкасаемые, живут там в своем каком-то мире и не должны нести никакой ответственности перед своим электоратом. Вот как-то надо связать их воедино, потому что они полностью разошлись, учитывая, что у нас довольно консервативное население, которое, я уверена, в принципе, не поддерживает однополые браки, но не пошли и не подписались. Это на самом деле очень показательно. Все, кредит доверия власти, он на нуле и даже ниже отметки нуля. Ну, хватит уже падать в бездну, давайте пойдем. Ну, ты сказала, что политики неприкасаемые, но судя по тому, что сегодня происходит у нас на госпредприятии пассажиру Вилтсенс, да, и на, соответственно, министерстве сообщения, ну, кажется, что действительно неприкасаемые, потому что одно дело просто члены правления пассажира Вилтсена сказали, что ладно, мы уходим, не ругайте нас больше, да, но материальная ответственность никто же не понес из них и не понесет, скорее всего. Да, и репутационная вот эта вся история, да, то есть, ну, я ТикТок даже на эту тему записывала на прошлой неделе, что за плохие электрички у нас меняют чиновников, за хорошие автобусы в Риге у нас заводят уголовные дела, как было в случае с Ушаковым. Это очень показательно, да, у нас происходит такая вот некрасивая мышиная возня, игра в большой песочнице, где, ах, вот ты из другой партии, мы тебя заклеймим, мы для тебя дело заведем, снимем, лишим, а своих как бы, ну, я же уверена, что эти члены правления, то есть члены совета, которые сложили свои полномочия, мы их увидим скоро в каком-то другом предприятии, в каком-то другом амплуа, где они снова будут опытными управленцами, и все у них будет хорошо. Ну, это то же самое происходит из проекта «Райл Балтик», да, вот который, ну, вроде бы как уже через Ригу и не пойдет, да, эта трасса по большому счету? Ну, все идет к тому, да, и самое интересное, что абсолютно никто это не комментирует всерьез, то есть от властей, вот от правительства и входящих в него партий, министров, ни от кого не слышно, что, ребята, мы в кризисе, ребята, мы теряем крупнейший проект вообще, ну, 20-летие последнего, то есть он пройдет мимо Риги. Самоуправление одно за другим объявляет, что у них дефицит средств, они не могут бюджет сверстать так, чтобы хотя бы на уровне прошлого года работать. Но как-то все это так, ну, подумаешь, ничего страшного, но на самом деле это ужасно, как-то раньше хотя бы, ну, они как-то хоть частично брали на себя ответственность, хоть как-то признавали, что да, как бы ситуация плохая, а сейчас как бы нет, ну, подумаешь, там, в Балве 4 миллиона не хватает, в Рызок на дефицит, там садик закроют, там четырехневку введут, как бы, ну, нормально. Главное, что забор на границе с Белоруссией и Россией построен вовремя и будет нас охранять. Ну что ж, продолжим говорить об этом буквально через несколько секунд. Ну вот, мы вернулись в студию, напоминаю, говорим сегодня о том, что происходит и в нашей стране, и в Европе в целом. Ну вот, Оль, возвращаясь вот к этой теме, которой мы завершили второй блок, да, но точку не поставили. Ну вот в этой связи, наверное, у людей и складывается такое впечатление, зачем я пойду голосовать на выборах в СЕИМ, например, да, но в СЕИМ в той или иной степени явка в любом случае, она как-то, ну, более или менее еще прилична. Но если мы говорим о Европарламенте, то до избирательных участков доходят, ну, исключительные люди, тем, кому не лень, что называется. Ну, это так, да, но я бы... Вот что делать? Я бы призвала людей, во-первых, вот, собраться и показать, что все-таки они есть, и у них есть свое мнение. Пора переломить вот эту вот историю, когда власть делает все, что хочет, потому что видят, что люди уже даже не сопротивляются, они уже даже подпись не могут поставить, потому что, ай, творите вы, что хотите, ну, вот это нужно когда-то переломить. Это первая история. Второй аргумент, что электорат латвийских партий, вот этих Каринша, Лианы, Ланги, Зеленых и Крестьян, перевернувшихся и переобувшихся в воздухе, они все придут. И это тоже будет такая, ну, пусть символичная, но картина латвийского общества, латвийской политики, представленная в Европе. То есть, если не придут, скажем, ну, там, люди, которые поддерживают меня, поддерживают какие-то оппозиционные силы, а придут только те, которые проголосуют за тех, кто сегодня в Латвии у власти, мы опять получим картину, когда, ну, вы такое меньшинство, вы даже там собраться, организоваться не можете, даже на выборы прийти. А вот Лиана Ланга, которая открыла виско Латвию, которая уже совсем там, уже даже на Минские торговые центры пишет жалобы в наш госцентр языка, вот она пойдет представлять нас в Европарламент. Мне будет обидно, например, за это, поэтому, ну, да, я и свою кандидатуру выставляю, чтобы хоть как-то этот перевес перебить и показать, что в Латвии есть и адекватные люди. И это уже не история про латышей и русских, это история про тех, кто поддерживает власть, потому что, наверное, имеет какое-то благо от этой власти, и тех, кто, ну, вот, как последний лозунг у Ушакова, нормальные люди, объединяйтесь. Мы не призываем русских, там, прийти и что-то доказать латышам. Просто давайте уже отбросим все вот эти вот русские латыши, будем просто адекватно мыслить. У нас очень маленькая страна, у нас очень большой государственный долг, у нас очень мало людей в ней осталось, люди продолжают уезжать и делают это массово, а те, кто не уехал, думают, как это осуществить в ближайшее время. То есть, ну, либо мы сейчас объединяемся и начинаем как-то, ну, нормально этой страной управлять, ну, либо совсем все будет плохо, и нашей основной ценностью будет открыть виску о Латвию. Ну, а сама-то что думаешь? Каким будут выборы в Европарламент в этом году? Придет народ, не придет? Потому что все прекрасно понимают, что, ну, те решения, которые принимает Европарламент, в большинстве своем, они носят рекомендательный характер, да, и национальное государство, оно может к ним прислушаться, внедрить свою жизнь, ну, или, ну, скажем, ну, и рекомендательный, ну, и рекомендательный. Не, ну, там есть сферы, которые, как бы, не то что рекомендательные, а обязательные, они, конечно, очень глобальные, но, как вот один из примеров, это все-таки то, что этим вот социал-демократам, где Ушаков работает в Европарламенте, удалось продавить инициативу про вот эту минимальную европейскую зарплату. Она все равно не стала, естественно, одинаковой для Люксембурга и Латвии, да, но все равно, как бы, благодаря этому хотя бы на 700 евро мы вышли, как бы, это большой скачок, с 620 на 700 сразу, да. И, ну, есть вещи, которые, на которые можно влиять, и, в принципе, это, ну, во многом не то, что вот за что проголосовали и какой документ был принят, а вот про это влияние, про общение с коллегами из других стран. Как я, ну, доказывала уже много раз, что вот мне говорят, ай, что ты там с этими журналистами иностранными говоришь? Ну, нет, мы таким образом проникаем в их информационное пространство, мы рассказываем, что происходит у нас, обращаем на себя внимание. Все дипломаты, все высокие политики, они все читают эту прессу, и так эта информация расходится, так мы заставляем мир узнать о том, как, что вообще у нас происходит. И да, и повлиять на это тоже, потому что во многом смягчение вот этих поправок к закону об эмиграции произошло под влиянием иностранных партнеров, наших латвийских политиков, которые все-таки не смогли объяснить, как они будут тысячи бабушек вывозить на границу. И сейчас, как бы, они тоже мнутся и понимают, что, как бы, ну, не очень удобно, да, вот этот процесс осуществить реально, поэтому вот вам 14 дней, вот вам еще такой срок, вы объясните. То есть, ну, это все такая, ну, большая, очень глобальная история, когда, ну, это не сегодня ты что-то решил, предложил, люди подняли руки, и оно вступило в силу. Но это создание общего фона, это, ну, как бы, застолбление места Латвии вот в этой большой европейской семье, как тоже полноправного члена из страны, с которой стоит считаться, из страны, в которой не стоит допускать ущемление прав человека. То есть, ну, это все равно все имеет воздействие, имеет смысл и нужно нам. Но, конечно, да, если смотреть по, ну, как бы, важности выборов, то, конечно, человеку самое важное, это что происходит у него в городе, это муниципальные выборы, потом семь, потом Европарламент, с этим я соглашусь. Это, ну, как бы, такая шапка, да, всей этой политической жизни Латвии. Но и международная арена, она тоже для нас важна, мы не живем в каком-то вакууме, то есть нам нужно сотрудничать, нужно заявлять о себе. Ну, смотри, заявлять о себе. Ну, вот, хочу с тобой поговорить еще о такой вещи. О Далгутлсе, как известно, сняли еще и один фильм с претензией на журналистское расследование, на аналитику, на документалистику, да. Ты его видела. Что скажешь об этом? Почему опять Далгутлс вот выставлен в таком непонятном... Мы-то любим свой город, мы считаем, что мы лучшие в этой стране, да, и пока одни ругаются, у нас все нормально. А вот видишь со стороны, нам говорят, нет, не все хорошо. Потрясающее кино, да. Мне больше всего нравится, что это называется исследовательской журналистикой. Кто не смотрел, посмотрите, введите прямо в гугле, Шкелши нас называется этот фильм, Раскол, ну, скорее по-латышски найдет. Вторая серия особенно прекрасная. Там 4 серии, бюджет этого проекта почти 100 тысяч евро, то есть каждая серия обходится в 25 примерно. И вот за эти 25 тысяч нам журналисты приезжают в Даугавпилс и пытаются снять квартиру, обзванивают по объявлениям, значит, где будет телевизор с российскими каналами. И когда им по всем объявлениям говорят, что у нас отключены российские каналы, вы не сможете их смотреть, тогда, ну, уже от безысходности журналист, значит, включает YouTube, включает Соловьев Live и показывает, как русские пишут там какие-то послания на ракетах, которые отправляют в Украину, значит. И, ну, складывается, естественно, такая картинка, что в Даугавпилсе все смотрятся Лавьев Live. Хотя его можно посмотреть и в Риге, и в любой точке мира, потому что это YouTube. То есть, ну, назвать это исследовательской журналистикой, ну, это совершенно, как бы, что-то такое нереальное, но учитывая вес Ре-Балтики, создателя этого фильма, в такой вот этой латышскоязычной информационной среде, как бы, да, все воспринимают это на веру. Ну, это, конечно, ужасно, это провокация. Мне очень жалко за моих бывших коллег, за наших бывших коллег, которые сегодня издают издание «Чайка». Они тоже, ну, как бы, вместе с Ры-Балтикой все это делают, помогают им снять этот фильм, рассказывают, что они представляют какие-то другие ценности, которые не все долговпилчане, то есть большинство долговпилчан пока не понимают и не хотят принять. При этом, что Инна Плавака, что Наташа Пальчевская, не выучившие до сих пор латышский язык, сидят и кивают, когда Инга Сплинге говорит, что не надо давать два года отсрочки бабушкам, пусть они уже сейчас уезжают, если они не написали эссе про свою любимую радиопередачу на 35 слов с правильными гармзами. И это такое, на самом деле, ну, это прям вопиющие двойные стандарты, когда человек сам, не выучивший латышский язык, говорит, что беспомощную бабушку, не выучившую этот язык, так же, как и он, нужно выслать из страны. Хорошо, пускай люди этот фильм посмотрят, сами выводы сделают, но вот возвращая тебя к теме о том, почему вот от Дауга Палси, либо, вот я не могу сказать, всегда должна быть существовать точка зрения, хорошо либо плохо, да, но здесь всегда плохо. Ну, что с нами не так? С нами? Нам приезжают, нами восхищаются, тот, кто никогда не был в Дауга Палси, там, приезжая из Курзама, видзама, и заим, говорит, боже, как у вас здорово. С нами все отлично, и вот если говорить не о русских и латышах, а о нормальных людях, то нормальные люди вон в этом году, в декабре обеспечили двойной скачок притока туристов в наши гостиницы, в наши кафе, то есть все предприниматели однозначно признают, что это был успех. Ёлка, украшения, мероприятия, афиша, то есть все сработало. Но в таком вот политическом пространстве Латвии выгодно представлять Дауга Палси с такой патчерицей, где все плохо, где все не такие, и люди плохие. Это такой классический пример, это, конечно, отвлечение внимания от насущных проблем. То есть те же электрички не ходят и ладно, а вот Дауга Палси вот у них там, вот у них леопардовые стринги на базаре продаются, это тоже есть кино, кстати, за 25 тысяч евро государственных денег. И у них там вот Соловьева можно на Ютубе посмотреть, и вот обратите внимание. Ну и для некоторых это срабатывает, к сожалению. Конечно, это провокация, это несерьезно, это непорядочно, это некрасиво. И когда я пыталась об этом заявить публично, мне еще авторы фильма в личных сообщениях написали, что как они на меня обижены, потому что, видишь ли, они к диалогу стремились, хотели показать, вот как на самом деле. Нет, на самом деле у нас не так, они с задачей не справились. Ну что ж, вот на этой ноте мы ставим многоточие, а не точку, поэтому 100% этот разговор будет продолжен рано или поздно. Оля, спасибо, что было сегодня вместе с нами, и вам спасибо, уважаемые телезрители, что нас смотрели. до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова